Недофинансируется и социальная сфера. На днях мы рассказывали о закрытии дома спецжилфонда в Тевризе. И вот оптимизация дошла до спецдома для одиноких престарелых в селе Кокшенево Муромцевского района. Сотрудников увольняют, а стариков почти насильно переводят в другое учреждение. Люди сопротивляются как могут, но чиновники сетуют на отсутствие денег. Мы побывали там и пообщались со всеми заинтересованными сторонами. Смотрите наш специальный репортаж. Обшитое сайдингом здание муниципального спецдома для одиноких престарелых выделяется на фоне полуразрушенной деревни. В апреле ему исполнится четверть века, но отмечать юбилей, по всей видимости, будет некому, да и негде. К первому марта это здание должно быть освобождено. Нет, балам, нет, не надо. Это будет, бою мать, не могу. Не хотите переезжать? Не хочу. Не хочу. А почему не хотите, Роза? Сейчас. Баба Роза не встает с кровати уже 10 лет. Здесь, на окраине деревни, похоронена ее дочь. Переезжать подальше от кладбища пенсионерка категорически отказывается. Плачет не она одна. В расстроенных чувствах и баба Таня. У нее тоже нет родных. Здесь вас все устраивает? Да. Тепло, светло? Да. А можете оставить, нет? Не хотелось бы, конечно, переезжать. Я уже тут привыкла и к девочкам, и девочке хорошей. Вот получилось, что опять упала. Ну, ничего, думаю, может все наладится. Не наладится, признается Ольга Шарышова. Именно ее подпись стоит в уведомлении о сокращении. Директор Центра соцобслуживания населения отправила в неизвестность сразу пятерых человек. Трудоустроилась заново лишь одна. Все остальные вынуждены встать на биржу на два месяца. Что дальше, никто не знает. Нам предлагали работу, Ольга Петровна, что в Бергамак. Но мы отказались, это не под руками, что с Кокшеньева добираться. Я на чем буду добираться, как бы. Ну, это нереально. Дальше не знаю, что делать. Где работу искать, как будем жить. А что делать? Знаю, надо в район куда-то будет ехать, искать работу. Но это тоже я работала до этого в районе. Я знаю, что это такое, когда оставались маленькие дети и целый день на работе. Думаешь, как они там, что они. Одна сейчас ездит из Лесино в Кокшеньево работать. Бергамак еще ближе к Лесино, чем к Кокшеньево. Это одно поселение. Поселение одно, но населенные пункты разные. Как люди будут туда добираться? Ну, а я что могу сделать? Если, например, при желании, кто-то уже, ну, тот же человек, который трудоустроен, он себе и в Кокшеньево нагрузку, так сказать, нашел обслуживаемых, так скажем. При желании можно трудоустроиться хоть где. Они не захотели. То есть вы считаете, что вот эти люди просто ленивые, да? Я ничего не считаю. Я такого не говорила. Ну, а что вы предлагаете, если у меня нет этих ставок? У меня изменилось штатное расписание. У меня нет этих ставок. В связи с чем оно изменилось-то? Вопросы в Минтруд вы не делали? Не пробовали делать запросы в Минтруд? Почему? Пробовали, пробовали. Ну, просто мне интересно, ваше мнение, как руководителя. Или вы просто принимаете все, как есть, и все на этом? Я принимаю все, как есть. Но защищать своих подчиненных вы не будете? У меня нет таких прав. Ну, как нет твоих прав? Не я ведь финансирую. Не я из своего кармана финансирую. Я финансирую государство. Посчитали, посчитали. Дом практически на самоокупаемости. Постоянство скидывается на дрова, воду. Самостоятельно приобретают пенсионеры продукты питания и даже чистящие моющие средства. Однако и при таких условиях, как говорят чиновники, содержать дом стало невыгодно. Дескать, и без того затраты большие. Чтобы узнать мнение руководителей района, нам пришлось преодолевать препятствия. Охранник Афанасич грудью встал на защиту чиновников. Куда уж простому Люду до высоких чинов. Руки уберите. Что, толкаться будем? Да ничего. Давайте толкаться будем сейчас. Руки уберите. Ты что? Совсем что? Вот пересланы. Здравствуйте. Да не, не. Да руки уберите. Что ты? Руки не надо разговаривать здесь. Меня не трогайте здесь. Прибудут сейчас сотрудники полиции и с вами будут разговаривать. Я депутат Заксобрания Константин Ткачев. Надо пойти в приемную главе администрации. Вы записываете его? Нет. Я при исполнении обязанности за служебный мир. Очень хорошо. Да. Присядьте, мы позволим вас спросить. Я пойду в приемную. Руки уберите. Да не трогайте вы меня. Вы что такое? Да не трогайте вы меня. Вы что? Ты что? Амур, тыкайся. Ты-то что тут? Афанасьичу пока повезло. Его не сокращает. Он доблестно отрабатывает свой хлеб. QR-код для него превыше человеческих ценностей. А вот первый замглавы оказался более сговорчив. Валерий Лямзин сетует на Министерство труда. Мол, это оно виновата в сокращении штата сотрудников. Не оставлять же стариков без обслуги. Минтруд сократил должности администраторов в двух спецдомах. А с чем сократил? Ну, наверное, оптимизация какая-то у них. А администраторы, у них функция, где были ночные работники. То есть ночные там сторожа, работники, не знаю. Вот они посчитали, они поставили в известность. Они писали нам письма, конечно, в ваше видение. Но мы говорили, что это надо в бюджет. В бюджет, допустим, ну, ни много, ни мало. Это полтора миллиона на содержание просто сторожей. А если искать подготовленных людей, которые способны там с бабушками, с дедушками находиться, это тем более зарплата, да? Минималку кто-то пойдет. То есть сложно все. До конца февраля считаем экономику и прорабатываем варианты спасения, признается он нам в интервью. Господин Лямзин, мягко говоря, лукавит. Пока мы готовили этот сюжет к эфиру, стало известно, что переезд уже состоится. Даже дата известна – 20-21 февраля. В Муромцевском районе к ликвидации дома престарелых подходят в ускоренном режиме. Вы против переезда? Против, конечно, я. Почему? Потому что пять лет я уже шестой год здесь живу. И меня все вполне устраивает. Девочки у нас прекрасные. Все мы ладим. Живем одной дружной семьей. Все у нас мы готовим сами. Все, вот, пожалуйста. А сейчас вот переселяться я куда? Вот это все, что я заработала за свою жизнь, должна на помойку выкинуть или как? Там нам предлагают тоже и кровать, и… Ну, это же все мною заработано. И у меня родные дочки, дочка должна приехать с внуком летом в гости. Они здесь всегда вот рядышком, даже у соседей смогут жить. А сейчас куда они поедут? Я сама не знаю, куда я еду. Мы здесь уже привыкли, у нас все девчонки хорошие. И сами мы, и лес, и природа, и все, и ягоды, и грибы, и все здесь. Мы привыкли уже здесь. Ну, куда на старость лет куда-то ехать? Утром проснешься, все глаза в слезах. Ну, нежелательно. Тяжело, очень тяжело. Особенно зимой еще переезжать куда-то. Мы уже привыкли. Мы здесь одна семья. А сейчас там чужих столько людей. Куда ехать? Единая Россия за социальный бюджет и социальное государство утверждают провластные СМИ. Но содержать стариков-пенсионеров при такой социальной направленности стало, похоже, просто невыгодно. Константин Ткачев, Александр Филиппов, Обком ТВ.